Салют бандиты, Майкл Джей на связи. Немного приболевший Майкл Джей, но это не остановит нас. Надо продолжать играть карьеру за Спартак. Время решающих матчей. Квинси Проме, забивший победный мяч в первой встрече в четвертьфинал Лиги Чемпионов против Наполя, смотрит на нас с экранов. Ну а мы приступаем к ответной встрече, которая состоится в Москве и давайте настраивать флан игры. Какой же будет у нас состав на этот матч? Опять-таки все игроки уставшие, но куда деваться? Давайте смотреть. Бакаев по-прежнему на травме. Бонса сыграет Проме, Севертон понятно, Умяров в отличном настроении. Значит, давайте перестраиваться. Зобнин пойдет выше, чуть-чуть выше. И сыграем мы в два опорных с Умяровым и Кралом. Вот так вот мы опускаем Умярова. Опорничек, Крал. Чуть вот так вот правее Зобнина, даже пониже можно. Чистый ЦПЗшник, бокс-то-бокс. Меркулов на замене. Да, в принципе, все на замене. Будем играть основным составом. Да, уставшие, но нужно терпеть. Поехали к матчу. Домашний стадион Московского Спартака. Открыть арена. Трибуны просто заполнены до отказа. И все готово к началу этой встречи. Команды появляются на поле. Такими матчами может писаться история клуба. Если мы сможем продвинуться в полуфинал Лиги Чемпионов, это будет величайшее достижение. Но для этого нужно и в ответной встрече проявить ту же самоотдачу. Проявить то же самообладание, как это было в Неаполе. Где мы сыграли образцово в защите и в атаке нашли свой шанс. Но здесь все начинается с чистого листа. Мы выходим, как будто счет 0-0. Мы забываем результат первой встречи и мы настраиваемся только на победу. Команда в полном боевом настрое. Но и Наполе, конечно же, приезжает сюда не сиськи мять, а попытаться все-таки пробиться в полуфинал. Но мы постараемся этого не допустить. Состав московского Спартака. Максименко, Айртон, Эльведе, Самальжиго, Рассказов, Умяров, Алекс Крал, Роман Зобнин, Эвертон, Квинси, Промесы, Эзекель, Фонсе. Состав гостей из Неаполя. Люкс на воротах. Марио Руи, Костас Манолос, Кальду Кульбали, Ди Лоренцо, Фабиан Руис, Аллан, Лоренцо Инсиньо, Андрей Живкович, Петр Зелинский. И в атаке сегодня маленький, но удаленький Дрис Мертонс. Ну а вот тот, кто будет останавливать Дриса Мертонса, это Сэм Жиго. Ну и Квинси. Два мяча после выхода на замену в последних двух поединках. Сегодня он начинает с первых минут и постарается огорчить Люкса. Ну что ж, начинаем аккуратненько. Начинаем мы от защиты, потому что Наполи нужно нестись вперед, Наполи нужно забивать дважды как минимум. И мы никуда торопиться не будем. Покатаем мяч, осмотримся и постараемся забить. Если мы забьем еще один, у Наполи совсем будет все плохо. Поэтому сейчас главное без ошибок. Хороший контроль и это нам поможет. Эвертон. Ошибка, но здесь должен подбор быть Сэм Жиго. И побежал Рассказов. Неплохо. Коля пытается обыграть Алана и зарабатывает штрафной. Первый фолл и в принципе в опасной близости от ворот Люкса. Квинси Промес у мяча. И давайте попробуем вот такую вот подачку сделать. Хорошая подача как раз на Жиго. И Промес здесь забирает подбор. Крал скидка. Это Эвертон и Люкс. Первое спасение и первый шанс для московского Спартака и Эвертона. Хорошее, бодрое начало. Главное не сбавлять темпа. Не быть уверенными, что мы уже в полуфинале. Но я думаю игроки не допустят такой мысли. Сегодня у нас конечно плотнейший кулак в центре. Умяров, Крал Зобнин. Все с объемом, все работоспособные. И я думаю, что это поможет нам останавливать быстрые выпады неаполитанцев. Опять-таки немножко я приболел. Поэтому где-то я может быть буду гнусавить в голосе. Но прошу заранее извините меня за это. Такие матчи невозможно никуда откладывать. Их надо играть с пылу с жару. И чем я сейчас и занимаюсь. Крал. Зоба. Технично. Айртон. Пока полностью мы доминируем мечом. Но вот конечно побыстрее расставаться нужно. Не нужны нам никакие придумки здесь. Вот так вот Умяров отобрал. И сразу через дом спокойненько. Жиго там начнет атаку. Там выйдет из обороны. Рассказов найдет Промеса. Квинси. И вновь Аллан. Конечно выжигает центр поля. Бразилец. Заметная фигура в построениях. Наполе. Но пока все спокойно. Первые 15 минут точно за нами. И попытка первая. Действительно первая за 15 минут просто попытка вынести вперед. Но Лоренцо Инсини. У него рост. Я не знаю. Ну такой рост. Даже сложно назвать ростом. Поэтому на него делать верховые навесы. Продолжайте в том же духе. Неаполитанцы. Меня это вполне устраивает. А вот Низам конечно и Мертонс. И Инсини очень опасные. И вот он атака Низам. Хорош. Эльведия. Здесь не ошибаться. И Айтон. Хладнокровно накрала. Алекс. Квинсе. Здорово. Пытается уйти от Аллана. И вот теперь уходит от Аллана. Можно дальше подтащить. И отдать если Эвертан в ближний и вновь Люкс. Пока Эвертан не очень заметен. Но при этом нанос уже два опасных удара по воротам Люкса. И сейчас здорово открылся. Обработал и пробил. Вратарь на месте. Купромис. Первый угловой для нас. Подача. Крал. Не подстроился. Чех. А Выпорвнул очень хорошо. Но повыше мяч пошел. Мертанс против Эльведия. Опять-таки. Звучит и выглядит очень комично. И поэтому Швейцарец спокойно здесь воздух выигрывает. Не пускать здесь Инсиньо. Попытка забежать. Рассказов не успевает. Лоренц Инсиньо. Поддача в штрафную. Эльведи должен снимать. И Купромис. Купромис на подстраховке. Рассказов. А если ускорится. Коля. Один из лучших был в первой встрече. И сейчас пытается. Пытается просто разогнать нашу контратаку. Но не получается это сделать. Но при этом штрафной мы зарабатываем. Как-то никто не открылся здесь под Рассказово. Все сгрудились в одну кучу. Понсо рассказов. Но хорошо, что Фабион Ру здесь. Причем прямой ногой. Открытый стопой. Шипами летит в ногу Понсо. Но как-то не очень аккуратно. И не нравится мне такая хамская игра. Кулебалея. Но он тут не только мяч. Но и Квинси Промеса укоротил. Но зато Квинси Промес мы помним как в первой встрече. Укращал ворота Наполе. Кулебалея. Пока очень все хорошо. Пока все очень нравится. И нужно не сбавлять темп. Действовать в похожем стиле. Не очень высокий прессинг. Но достаточный. Чтобы не позволять. Спокойно разыгрывать мяч Наполея. И здесь опять очередной перехват. Крал. И вновь Рассказов. Пытается. Пытается показывать всем своим видом. Что я могу добрать скорость. Брось мне вперед. Здесь можно поджать Инсиньо. Немножко ошибся. В технический брак от Рассказова. И здесь не пустить. Алан. Вот он Инсиньо. Зоба. Отрабатывает. Пассентр и Эльведе. Все спокойно. Через Умярова. Умяров. Наиль. Квинси как всегда себя предложил. Зоба. Успеет сыграть. Потеря мяча. Дрис Мертанс. Выбрасываемся. И хорошо. Хорошо. Здесь атака остановлена. И Зоба. Перехват Романа Зобнина. Потащил мяч вперед капитан. Какими широченными шагами. Пытается уйти здесь от Манолоса. И может это получиться. Зоба. Передача Эвертан. Третий удар бразильца. Такое ощущение, что каждые 10 минут наносит удар Эвертан. Но Зоба как протащил. Два капитана здесь сошлись на фланге. И Эвертан пытался подстроиться. Но в этот раз в створ ворот не попал. Опять вынос. Ничему не учит игра. Наполе. Ну и опять-таки, я повторюсь. Меня это очень и очень устраивает. Крал. Все хорошо. Все в одно касание. Крал. Дальше. Зоба. Еще дальше. Очень хорошо мы комбинировали. В одно-два касания. Единственное, что пас у Зобнина не получился. А вот подбор за Кралом. Промес. Рассказов побежал. Коля. Подачу делает на дальнюю Эвертан. Но вот здесь уже Кулебали. И вернуться. Сразу же вернуться. Сразу же сесть в оборону. Промес. Встречать Руи. Инсиньо. Одна минута добавлена. Первый тайм уже пролетел. Ничего мы не дали создать. Просто ничего. Наполе. Здорово. И все. 0-0. Все хорошо. Все спокойно. Команды отправляются на перерыв. Ну а мы отдыхать не будем. Мы будем смотреть статистику. 56% владений мячом у нас. 4 удара. 2 створ. 0 ударов у Наполе. Ну что ж. Давайте парни. В том же духе второй тайм. Московский Спартак в 45 минутах от полуфинала Лиги Чемпионов. Звучит сюрреалистично? Нет. Это звучит вполне логично. Судя по 3 таймам против Наполе. Но опять-таки только без расслаблений. Только без допускания каких-то ненужных ошибок. И вот он первый удар. Вот он первый удар. Чем не могли похвастаться футболисты Наполе в первой встрече. Да, не опасный. Но это первый подход. И нужно, конечно, понимать, что сейчас у Наполе уже никаких нет других вариантов, как просто лететь вперед. У них совсем мало времени осталось, чтобы забивать свои мячи. И технично здорово Эвертон. А если вот здесь сыграть уже на подборе, сыграть на помощи партнерам, откатить здесь Умярову Наиль. С левой ноги приложился. То все Эвертон бил. А вот теперь он уже сыграл в роли подносчика снарядов для Умярова. Ну, как приложился. В одну касание Умяров без какого-либо промедления, без какого-либо страха. И Люксу приходится в очередной раз работать. А вот Квинси Промес очередную подачу с углового делает, где Крал пытается выиграть борьбу. А вот он Эвертон. И вдвоем там уже ложатся под мяч футболисты Наполе. В частности, Костас Манолас. Давайте еще раз посмотрим, летел ли мяч в створ. Вполне вероятно. Вполне вероятно. Но Манолас, конечно, проявил чудеса здесь. Хладнокровие и выдержки. Просто рыбкой бросился под этот мяч. Еще один навес. Жиго забивать! Не везет пока. Лучше мы играем. Оставляем неудел мы защиту Наполя в очередной раз. И, к сожалению, опять не хватает где-то немножко точности нам в завершающем ударе. Айртон Умяров. Ошибка. И Эльведит выбросился. Нужно здесь возвращаться. Заброс вперед. Манолас уже в атаке. Все. Наполе идет ва-банк. И теперь зоны будут просто сумасшедшие. Нужно этим воспользоваться. Нужно забить второй. Странно, почему пошел вперед не Кулебали, а Манолас именно. Потому что, насколько я помню, в прошлом году ходил Кулебали. Именно он нам забил. Но даже лучше, наверное, так. Промес бежать. Бежать, бежать, бежать. К Куинсе Кулебали. Ну вот, может быть, поэтому остался. Заброс вперед на Маноласа. Жиго играет. И Макси. Макси никуда не торопится. Небольшие вратарские хитрости. Вот так вот мяч положить. Аккуратно катнуть. И сыграть через Эвертона. Эвертон. Попытка в дриблинг пойти. Ненужный дриблинг. Совершенно сейчас нам. Манолас. Руис. Вновь попытка доставить мяч до Костаса Маноласа. Максименко. Первое сумасшедшее спасение. Дошел там мяч после рикошета. До какого-то футболиста из Наполя. Но неважно. Макси блестяще действует. И тащит мяч вперед Квинси Промес. Дальше попытка сыграть на Понса не точно. Получает мяч? Нет, не получает мяч. Вновь Промес. Сейчас нужно успокоиться. Пошла паника у нас. И в атаке, и в обороне. Меньше обрезов. Побороться здесь. Понса надо подменять уже. Понса не попал в игру. Мало выигранных единоборств. Нужен Шамуродов. Зоба. Хорошо. Подбор вновь за Наполе. Как же они активизировались. Манолас. Катит дальше. Бзелинский. Да что ж такое. Поставьте ему просто памятник около открытия. Еще один навес. Манолас сравнивает счет. Максименко делал все просто блестяще. Тащил как мог. Но Костас Манолас. И вновь работает подключение центрального защитника в атаку. В прошлом году это был Кулебали. А вот теперь Костас Манолас. Смотрим еще раз подача Инсиньо. И вот такой вот интересный получается по траектории удар Маноласа. Ну что ж. Счет сравнивается. Счет сравнивается. И теперь. Все теперь точно начинается с счета 0-0. Нам нужно забивать. Милек вместо Зелински. Еще, еще, еще делает атакующие замены. На поле. Ну и нам нужна такая замена. У Сталик Края. Но я поменяю сначала. Фонсо. И выпущу вместо Промеса Глушенкова. Ну что ж. Центр поля. По-прежнему полная атака у Наполя. Но они понимают. Если они забьют еще один. То у нас уже практически не останется никаких шансов на спасение. Нужно будет забивать 3. Эвертан. Но вот нам нужно забить. Нам нужно это забить мяч. Шамуродов побороться. Вынос. Жиго. Подрослабились мы в втором тайме. Ну либо Наполя слишком хорошо добавил. Глушенков. Как развернул Руи. Глушенков. Пытается еще раз развернуть Руи. А может быть надо было даже с такого острого угла попробовать нанести удар. Все мы знаем какой поставленный этот самый удар у Глушенкова. Луж. Находит Шамуродова. Тот пытается развернуть Кулебали. Приходит на помощь. Еще кто-то. Шамуродов продолжает сохранять мяч. Крал. Дальше. Рассказов. Подача Эвертан. Здорово вылетал. Продолжаем атаковать. Умяр. А вот Айртон не подключается. Надо найти здесь Умярова вновь. Наиль. Ну куда ж такое. Ошибается Наиль. И вместо Дриса Мертонса Лиоренте. Какая становится огромная атака у Наполя и Илью Ренту и Милек. А там еще и Манолас. Навесы сейчас могут быть чрезвычайно опасны. Грузится вперед мяч. Лиоренте. Не дотянулся до этого мяча. Эльведи. Умер. Эвертан. Здорово. Эльведи побежал. Нико. Обыграл. Гол. Шамуронов. Какой 2-1? 2-1 по сути. Дух встречи. 1-1 в этой встрече. 81-я минута. Нико Эльведи. Кто там говорил, что это плохой трансфер? Какой плохой трансфер? Он нам гол делает. Центральный защитник в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Фантастика. Я не знаю, что здесь говорить. Просто эмоции переполняют. Какое включение Эльведи. И он здесь обыгрывает. 1-1 Кулебали. Удар не получился. Но Шамуронов-то первый на добивании. Центральный защитник обыгрывает. 1-1 Кулебали. То, что не получалось у него одного из наших форвардов на протяжении двух этих встреч. А он его просто на ложном замахе, как ребенка, убрал. И Элдор делает то, что нужно. То, что мы от него ждали, когда выпускали на поле. Сравнивает счет. Держаться, парни. Кулебали. Нужно будет сделать замену. В паузе. Остудить пыл. Инсенье. Вот теперь не пропускать. Милек. Удар Милека. Блокируется. Рассказов. Не проиграть борьбу. Просто вынести. Далеко не получается. Крал устал. Нужна замена. Нужна замена Алексу. Крал, цепляй. Навес. Да что ж такое. Это Льоренте. А вот это совсем уже критично. Сработал навес. И нам теперь нужно забивать два. За пять минут нам нужно забивать два. Наполе двумя навесами нас может оставить за бортом Лиги Чемпионов. Я просто в шоке. Как же так просто. Ничего Наполе не показал за две эти встречи. А в итоге забивает два. И вновь Инсенье. И почему Рассказов против Льорента? Почему там не Эльведи и не Жиго? Наверное мы не найдем на этот вопрос ответ прямо сейчас. И это не важно. Но вот Фернандо Льорента пользуется своим преимуществом. Как сейчас забивать два я не представляю. Идем в полную атаку. Фолл Льорента. Нас это уже не интересует. Желтое. Но он просто сорвал атаку. Два мяча за пять минут. Ну, Манчестер Юнайтед когда-то мог такое сделать. Сможет ли Спартак? Айртан. Зобнин. Крал. Дальше. Глушенков. Потерял мяч Руи. Глушенков. Эх. Куда будет бросать Руи? Конечно же вперед. Через Инсенью. Две голевые. Лоренцо и Инсенью. Как его не держали? А все-таки. Малыш свое дело знает. Милек. Живкович. Наполе, конечно, уже на полной спокухе здесь действует. Крал. Нет. Глушенков. Эльведи. Дальше. Умяров. Умяров. Есть шанс. Наил Умяров. Девяностая минута. А что я говорю-то? Какие два? Нам надо было один забить. Парни, я просто поплавился. Я просто не знаю, что со мной произошло. Я думал, мы в ничью сыграли в первой встрече. У меня просто мозг отключился, когда мы пропустили. Это может быть победный мяч Умярова. Парни, я просто не знаю, что сказать. То, что я сейчас просто понял, это переворачивает все с ног на голову. Почему я думал, что им нужно забить два? Да нам один надо было. Эльведи, гол плюс пас. Точнее, блин, два ассиста у Эльведи. Умяров просто умница. Какой выстрел под перекладину. Спартак. Умяров. Иди сюда, как говорит один небезызвестный стример. Надеюсь, что он смотрит этот матч в оборону. В оборону. В полную оборону. Четыре минуты держаться. Спартак в четырех минутах от полуфинала Лиги Чемпионов. Шамуродов, скинь. Хорошо. Подержать. Вперед забросить. Шамуродов. Кулебали отобрал. Нужно было замену сделать. Потерял я время. Нужно было делать замену. Заброс вперед. Вынеси. Умяров вынес. Кулебали. Потеря. Нет, не потеря, Эвертон. Да что ж такое-то? Выноси, Жиго. Еще дальше. Шумяров лучший. Все. Спартак в полуфинале Лиги Чемпионов. Фантастика. Очередной триллер, который мы заканчиваем на мажорной ноте на Илюмяров. Это не будущее. Это настоящее Спартака. Эльведя. Красавец. Вся команда красавцев. Шамуродов вышел с замены. Жесть. Спартак идет дальше. Десять ударов. Семь створ. Наполи во втором тайме, конечно, показал. Класс. В первом тайме ноль ударов. Во втором шесть. Все створ. Макси тащил. Что мог, спас. Мы в атаке тоже забили. Блеск. На Илюмяров лучший игрок встречи. Нас ждет полуфинал Лиги Чемпионов. Давайте смотреть против кого. Реал победа над Манчестером Юнайтед. 4-2 по сумме двух встреч. Краснодар проиграл Барселоне. Аякс. Выбил. Атлетика Мадрид. Кто нас ждет в полуфинале? Аякс. Аякс в полуфинале. Фантастика. Мы с ними играли в группе. Мы им проиграли два раза. Но теперь есть шанс взять реванш. Я считаю, что мы прибавили в игре по сравнению с первым кругом. С первой половиной сезона. Спартак. Аякс в полуфинале Лиги Чемпионов. Эль Классико во втором полуфинале. Реал против Барселоны. Ну и конечно против Аякса, думаю, будет попроще играть, чем против Реала и Барселоны. Жесть, парни. Я очень доволен. Я считаю, что мы заслужили по сумме двух встреч проход в полуфинал. И обязательно ждите его на канале. Ну и ждите другие ролики. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И скоро увидимся. До новых встреч. Пока. Спартак Чемпион.